здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты илана михаэль и здравствуйте и павел маргулян здравствуйте в израиле не утихает скандал с таким криминальным оттенком в центре которого оказался видный юрист бывший председатель коллегии адвокатов израиля мы сейчас я сейчас не собираюсь углубляться в это дело тем более на очень запутанный что называется темная но если так телеграфно суть его в том что в телефоне который был каким-то образом попал в руки в телефоне это адвоката который попал в руки журналистки нашли переписку которая вызвала сомнения скажем так у полиции в частности в том что не продвигал ли этот адвокат на судейские посты своих знакомых в обмен на какие-то в том числе и интимные услуги но с этим пускай разбирается полиция но этот скандал приобрел еще другой чисто журналистки наш профессиональный оттенок дело в том что вот этот самый адвоката которым идет речь подал многомиллионный иск против журналистки в руки которой и попал каким-то образом но явно незаконным этот телефон с которого и началась эта история в том что это было вторжение в его личную жизнь обнародование тайной переписки и так далее так далее из предусматривает компенсацию на 7 миллионов шекелей из гражданский не уголовный и вот его яростно обсуждают теперь не только коллеги журналисты но и все что называется простые смертные в социальных сетях у каждого своя точка зрения а могла ли журналистка воспользоваться по сути дела украденным телефоном она воспользовалась также услугами хакера который взломал этот телефон и так далее и так далее павел так могла или не могла если коротко то нет на мой взгляд я еще я сейчас спрашиваю не я сам я вашу я самого начала когда это дело так взорвалось на полосах нашей прессы я самого начала написал фейсбуке по что мне они еще не известно кто в конце концов здесь будет обвиняемый или 1 штайд журналистка который попал от телефона или финале которые подозревают я напомню вот вы сказали что он продвигал судей почему он продвигал он является одним из девяти членов комиссии по назначению судей то есть предполагается подозревается он как он мог их предполагать продвигать из того что он член комиссии один из девяти значит я считаю что право частной собственности превыше всего частной жизни превыше всего, и нарушать его никто не имеет права, разве что по решению суда специальному, когда есть в этом необходимость. В данном случае, я, кстати, хочу уточнить, что Эфи Наве подал иск не только против журналистки, там он против всей ее, так сказать, братьей. Редакции, в которой она работала, и против даже Министерства обороны. Против командира Галли Цаали, и против Министерства обороны, которая в случае чего должна и заплатить эту сумму, если она будет назначена. Потому что у них вряд ли есть такие деньги. Значит, я считаю, что частная жизнь превыше всего, потому что в другом случае, я представляю себе такую ситуацию, я посылаю какой-нибудь вора-карманника, который украдет у какого-нибудь министра телефон из кармана, я его вскрою, опубликую всю его переписку, буду им пользоваться, скажу, что я дома потерял его там где-то, и я его нашел и открыл. Причем вряд ли у него будет закрыт, потому что я, наверное, закрыл телефон, потому что он остался в доме его бывшей жены, он был как-то закодирован. А в случае, если человек вытащит его из кармана, вообще мне не надо будет ничего вскрывать, я просто войду в его переписку и буду ей пользоваться всю оставшуюся свою журналистскую жизнь. В этом случае, надеюсь, она будет моя недолгая. Понятно. Илана, у вас такая же точка зрения? Ну, у меня такая же, конечно, точка зрения, тут не поспоришь ни в коей мере. Я просто хочу вам сказать, что мы в теории все очень красиво обсуждаем, но на самом деле практика нам показывает, что так называемая журналистская этика, она постоянно остается за бортом повседневной журналистской деятельности целого ряда товарищей. И вся эта история с Эфиновой – это очередное свидетельство того, насколько журналист может пренебречь понятиями вообще о том, что такое журналистская этика, что ему дозволено делать и куда ему лезть нельзя. И даже если вы откроете Википедию и поинтересуетесь вообще, что такое определение журналистской этики, среди прочего, там очень длинное описание, там написано, что деятельность журналиста в плане человека с профессией журналист, обладающего необходимой профессиональной этикой, она заключается в том, чтобы не нанести ущерб заведомый объекту, о котором этот журналист готовит какие-то материалы. Это прямо в Википедии отдельным параграфом выделено. Но, судя по этому случаю и многим другим, просто об этом уже давно все забыли и в погоне за каким-то вот таким вот скандально горячим материалом уже готовы на всё. Понятно, что она не украла этот телефон Адас Штаев. Опять же, я сейчас могу только сказать, что говорят сплетни светские, что телефон этот ей дала бывшая супруга Эфиновы. Это всё предположение, которое в общем-то значение не имеет. Нет, но она не украла этот телефон. Понятно. Да, понятно. Она его взломала, она восходит с услугами хакера и так далее. Она его взломала, сведения видят бывшей супруги. Павел, тогда вопрос такой. А как быть тогда, что называется, с общественной значимостью информации, которая пусть даже незаконным путём попала в руки журналиста? И журналист встаёт перед дилеммой. С одной стороны, он считает, что это общественно значимая информация, что скрывать её от общества преступно, нельзя. С другой стороны, она добыта незаконным путём. Примеров таких можно привести сотни и десятки самых известных, когда порой за незаконно добытую информацию журналисты потом получали пулицевские премии и становились героями. Как быть в этой ситуации? Как быть с такой дилеммой? Я не говорю, что данный случай тоже к нему примыкает, но в принципе. Не знаю. Я думаю, что у юридической системы нет на это ответа. Не только у меня нет ответа. Мне очень интересно, кого будет решение суда по иску F и NAV. Есть одно... Я спрошу вашу точку зрения. Каждый случай в отдельности надо рассматривать. В случае F и NAV это грубейшее вмешательство, хоть Адавштаев не украла, но она воспользовалась украденным фактически телефоном, взятым без его ведома. Там из сейфа в его бывшей квартире и так далее. В случае, если это какие-то военные тайны на государственном уровне... Я же говорю о частной жизни человека. Мне кажется, она должна быть превыше всего. Она должна быть превыше государственных тайн. Вот если вы меня сейчас спрашиваете об этом. В случае F и NAV есть одно прецедентное решение, правда, Равинацкого суда. Я как раз о нем прочитал на днях. О том, что Равинацкий суд постановил, что жена имеет право копаться в телефоне мужа, чтобы изобличить его в измене. Потому что здесь достояние правды важнее, чем личная жизнь человека. Но это решение в одном случае Равинацкого суда, правда, на суд прецедентный... Я не знаю, насколько Равинацкий прецедентный... Это уже юридические толкости. Илана, вы там рветесь в бой, я слушаю вас, пожалуйста. Нет, в бой, ради бога. Мы мирные люди. На наш бронепоезд стоит. Известно где. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле мы касаемся сейчас темы, которую необходимо расширить. Вы говорите, например, незаконно воспользовались мобильными телефонами, телефоном в данном случае, о прослушке. О прослушке, когда в принципе сегодня ни один из граждан нашей страны... Прослушки четко регулируются уголовным законодательством. Вы уверены в этом? Насколько я знаю. Насколько? Мы в теории все это знаем. Но есть сегодня частные сыщики. Они тоже действуют. Они действуют, конечно. У них есть четко прописано, что они могут, что они не могут. Я вас умоляю. То, что они нарушают, это другой вопрос. Я вас умоляю. Все эти бесконечные бракоразводные процессы, которые часть из них выходят в прессу, а часть нет, и добыча доказательств, в том числе фотографии, которые делаются без согласия участников этих сцен, которые засняты, или их разговоры, или их телефонные разговоры, на это никакой санкции суда никогда нет. И это все происходит. То есть, если мы говорим уже о данном случае с ЭФИНАВЭ, то надо рассматривать, мне кажется, эту тему шире и сказать, окей, где границы, как мы их будем определять. И действительно определить их крайне сложно, потому что получается, что каждый гражданин или каждый человек определенных каких-то профессий сам для себя эти границы устанавливает. Ну, в общем-то, да, он сам для себя устанавливает и сам потом отвечает, если он эти границы перешел. Каким образом он отвечает? Вот мы сейчас его видим, то, о чем сказал Павел, мы его видим в результате этого иска. Здесь же этот иск не отменяет возможной ответственности этого адвоката за то, в чем его сейчас подозревают. Нет, конечно нет. Но да, это два разных, две разных, как бы, два разных дела. Ну, по интервью, которое давал адвокат Эйфенове… Он-то предъявил гражданский иск этой журналистки. Это неудово. У него же лезнобетонная основа для того, чтобы эти деньги получить. Как заявил адвокат, поскольку по таким, таким-то и таким-то пунктам она нарушила такие-то, такие-то законы, и тут, конечно, суд может руководствоваться тем, что называется на ювеличество вата Цибур, то есть пользой для общества. Но в данном случае, ведь никого не назначили в итоге судей. А это гражданский иск, а не уголовный. Да, в том-то и дело. Я не знаю, какова польза для общества в этом случае. Павел, последний вопрос к вам. Илана сказала, что вот общество, государство, не знаю, закон, должны произвести, провести эту четкую грань. А она, возможно, четкая грань? Вряд ли она, возможно, как мне кажется, потому что каждое дело рассматривается индивидуально, но прецедент по делу, значит, насколько мы с вами знаем, мне кажется, не один я смотрел десятки и художественных фильмов, но они основывались на каких-то реальных событиях. И статей в газетах о том, как суд браковал свидетельские показания, добытые незаконным путем. В Израиле признаются. Признаются? Признаются. Называются, так называемые, плоды гнилого дерева. Я думаю, что это не ультимативно, они признаются. Каждый случай сам по себе. Но были прецеденты, когда признавались. Мне странно, что я до сих пор по случаю ФИНОВЭ не слышал мнения, у нас есть такой совет по журналистской этике. Они не высказались. Я так понимаю, что они тоже в замешательстве, как поступить в этой ситуации. Я вполне подозреваю, что суд забракует в данном случае свидетельство ФИНОВЭ, именно по делу ФИНОВЭ. По тому, как были добыты доказательства, обвинения в его адрес. Я вполне допускаю, что суд забракует обвинения в его адрес. Максимум, из-за чего он пострадает, то, что он покинул пост председателя Совета адвокатов. А вот Садас Штаев там будет то, что называется ФИНОВЭ, отдельный иск, который, еще раз повторю, сумма там немаленькая. Личная жизнь должна быть превыше всего, мне кажется. Министерство обороны, у нас достаточно обеспеченное ведомство, поэтому я думаю, что иск они оплатить смогут. Это спорный вопрос на счет личной жизни и того, что она превыше всего, но это отдельная тема. Для меня бесспорный. Мы как-нибудь, возможно, с вами вернемся к ней. Кстати, я хочу добавить по поводу записи, которую сейчас Илана упомянула. Вчера буквально была информация, ее обнаружили опять же журналисты, которые узнали, что в деле уголовных делах, когда полиция прослушивала людей, связанных с каким-то подозреваемым, она в том числе прослушивала и записывала их разговоры с журналистами. И офицер полиции, которая вела это дело, говорит, а у нас такие правила, говорит, я имею полное право по закону, мы единственное, что не записываем, то есть не записываем в протоколы ситуации, когда можно разоблачить источник этого журналиста. Тогда мы это не фиксируем и не протоколируем. А так, мы, говорит, записывали разговоры с журналистами, и мне интересно знать будет, как журналистское братье отреагирует. Отнесется к этому. Журналистское братье пока никак не реагирует. Да, ну посмотрим. Хорошо, коллеги, большое спасибо за это обсуждение. Напомню, что со мной в студии были Илана Михаэль и Павел Маргулян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова